Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать о такой замечательной культуре, которая пока не слишком часто встречается в наших садах, в наших цветниках, как монарда. Многие скажут, фу, что это за растение такое. Действительно, при неправильном подборе места монарда не отличается особым здоровьем. Но когда вы узнаете немножко про ее пользу, про то, какие сейчас появились сорта, я думаю, вы расстанетесь с этим нелицеприятным мнением и попробуете вырастить это растение на своем участке вновь. В условиях средней полосы, в умеренном климате, чаще всего выращиваются американские виды монарды, которые встречаются в прериях. Из них наиболее декоративными и полезными являются три вида. Это монарда двойчатая с красными цветами растения. У нее действительно красные такие теплого оттенка цветы. И это растение самое высокорослое. Также выращиваются сорта монарды дудчатой. Это растение немножко поменьше ростом. Оно немножко более такое болезненное. И отличаются сиреневыми цветами. Сорта есть и с розовой окраской цветов, и с малиновой, и с белой. У американских индейцев оно получило название дикий бергамот. Хотя почему у индейцев? Наверное, все-таки не у индейцев. И еще один вид. Он чаще всего выращивается как лекарственное растение, хотя тоже имеет определенный шарм, определенную декоративность. Это монарда лимонно-пахнущая. У нее немножко другой оттенок запаха. Если предыдущие два вида при заваривании, при срывании листьев, имеют ярко выраженный запах бергамота. И в дешевых чаях они чаще всего используются, именно они используются как ароматизаторы для создания запаха бергамота. Потому что настоящий бергамот – это цитрусовое растение, и оно выращивается не очень часто, и достаточно дорогое по стоимости. Чаще используется именно монарда в качестве ароматизатора бергамотного. Лимонно-пахнущая монарда, она имеет ярко выраженный такой лимонный оттенок в запахе. Но не сказать, что этот запах не похож на запах мелиссы, этот запах не похож на запах котовника. То есть у нее достаточно интересный и своеобразный запах. Чем хороши эти растения, кроме того, что они достаточно декоративные? Эти растения, все виды, содержат большое количество эфирных масел. Эти эфирные масла по своему действию обладают отхаркивающим, иногда патагонным действием. То есть их применяют при заболеваниях верхних дыхательных путей, при воспалении легких, при бронхите. Кроме того, монарда дуччатая, она является хорошим растением при лечении различных заболеваний, вызванных бактериями. И она содержит большое количество именно противогрибковых каких-то веществ. Кроме того, это растение, настои ее, свежесорванные листья, используется при лечении ожогов, при лечении гнойных поражений кожи, при лечении гнойных ран. Оно содержит достаточно большое количество веществ, которые препятствуют размножению патогенных организмов. Ну и еще одно свойство монарды. Чай из этого растения очень эффективно помогает при расстройстве желудка, вызванного именно отравлением. То есть неправильной работой желудка именно, а когда отравление вызвано некачественной пищей, поскольку сдерживает размножение дрожжей, различных грибков и других микроорганизмов. Чем отличаются между собой виды монарды, кроме своей высоты и окраски? Монарда дудчатая и лимонно-пахнущая, хотя обе имеют сиреневые цветки, отличаются формой соцветия. У дудчатой монарды, как и у двойчатой, соцветия имеет вид такого головчатого диска, расположенного на верхушке стебля. В принципе, в процессе цветения может появляться второй и третий ярус, но, как правило, не больше трех ярусов вот этих цветущих красивых соцветий, которые напоминают такую ромашку, не ромашку, но достаточно интересное растение. Лимонно-пахнущая, она выглядит более традиционно для растений семейства, губоцветные, и соцветия имеют такой многоярусный, колоссовидный вид такой. И цветки не очень крупные, достаточно бледного сиреневого цвета, но в садах природного стиля лимонно-пахнущая монарда тоже выглядит очень интересно и красиво. Как избежать появления мучнистой росы? Поскольку мучнистая роса – это наиболее часто встречающееся заболевание на листьях монарды, и именно поэтому чаще всего мы отказываемся от выращивания этого красивого и полезного растения. Но мучнистая роса чаще всего атакует растения, которые выращиваются в неблагоприятных для них почвенно-климатических условиях. Какие же условия благоприятны для монарды? Но монарда – это растение, которое любит хорошо увлажненные, но при этом дренированные почвы. То есть это песчаная почва с содержанием большого количества органики, на ней хорошо растут эти растения. На глинистых почвах монарда практически всегда будет иметь не очень хороший и здоровый вид. Кроме того, при выращивании в затенении вероятность появления мучнистых россяных грибов на листьях тоже увеличивается. При выращивании на хорошо освещенном месте, несмотря на то, что снижается продолжительность цветения, мы получаем более красивый декоративный лист, который сохраняется на нашем растении до осени. Ну и еще есть один такой момент. Монарда – это растение, которое не очень любит продолжительное выращивание на одном месте. Дуччатые или монопахнущие монарды, они отличаются такими достаточно ползущими корневищами. И в принципе они сами уходят на другое место. В то время как монарда двойчатая, она имеет более плотный компактный куст, и она не расползается, но при длительном выращивании более 3-4 лет на одном участке, если мы ее выращиваем без деления и пересадки, но вероятность того, что у нас появится заболевание, возрастает очень сильно. То есть желательно просто периодически это растение пересаживать в свежее место, и вы будете наслаждаться красотой этого растения, его ароматом, его полезными свойствами. И я думаю, что в этом случае вы найдете достойное место в саду для этого красивого растения. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.